Будущее любой политической партии всегда зависит от молодежи. Она способна сохранить традиции и пронести через десятилетия идеалы системы. В Омском обкоме КПРФ прекрасно это понимают, а потому не только сохранили пионерские и комсомольские организации, но и продолжают их развивать. Сотни молодых людей по всей стране ежегодно связывают свою жизнь с КПРФ. Как молодому человеку пройти путь от пионера до коммуниста, расскажем в нашем сюжете. Пионер, комсомолец, коммунист. Эта система сохранилась в Омской области и по сей день. Региональный обком КПРФ один из немногих в стране, кто бережно хранит традиции системы Советского Союза. Ежегодно 19 мая на Ленинской горке можно встретить пионеров и увидеть, как школьников принимают в их ряды. Пионерская организация в Омской области это не пустой звук. С юными ленинцами проводят уроки патриотического воспитания, а главное рассказывают о том, чего в школьных учебниках истории давно уже нет. Ребята поклоняются честите святого знамени Победы. Это знамя, где за него 20 миллионов отдали жизни, чтобы наша страна была прекрасной. И дети это очень чувствуют, когда я им рассказываю о Зое Космодемьянской, о Любе Шевцовой, о молодой гвардии. Они прямо вот сердцем переживают, вот о чем я им рассказываю. А это уже собрание комсомольцев. Сегодня они проводят тренинг по агитации и пропаганде. Молодые люди участвуют во всех предвыборных кампаниях, пикетах, митингах. В этом году у нас до выборов законодательное собрание Омской области. Молодежь будет принимать в этих выборах активное участие, то есть ездить ребята будут каждую неделю, агитировать по селу. Им надо уметь общаться с людьми. А эти бравые ребята из команды депутата Омского городского совета Ивана Федина. Народный избранник на своем округе возродил Тимуровское движение. Молодые люди приходят на помощь пенсионерам из частного сектора, помогают по хозяйству зимой и летом. Не у всех людей имеется возможность убирать снег, особенно пенсионерам или другим людям, ветеранам. Правительство, администрация города не заботится об этом. Тот же, например, вывоз снега, это только вывоз. Может обойтись, если мне не изменяет память, в 6 тысяч рублей. А если брать пенсионеров, то это можно считать половиной пенсии. Нужно ведь на что-то жить, покупать лекарства. И наша обязанность даже помогать по собственной воле. По сути, кто если не мы, раз правительство, администрация не помогает ничем. Вершиной этой системы становится вступление в КПРФ. По традиции это делают 7 ноября на демонстрации. Для молодых людей стать коммунистом – это возможность заявить о себе. Это те ребята, которые не согласны с политикой власти и на сегодня выбрали для себя другой путь. Они за справедливость и свободу воли изъявления. Мне понравилась обстановка. Мне понравилось то, что в партии можно развиваться, можно развивать свои организационные навыки. Я считаю, это очень важный момент. Я стал общественным помощником депутатов буквально через три месяца после вступления в партию. То есть партия поддерживает активных коммунистов. Еще через какое-то время я сам был кандидатом в депутаты, вначале в законодательное собрание, потом в Омский городской совет. Из комсомола вышел и ныне самый юный депутат Омского городского совета Кирилл Курятников. В организации он с 2011 года. За это время добился серьезных успехов на политическом поприще. Партия оказала доверие, выдвинула меня самого кандидатом в депутаты на выборы в Омский городской совет в 2017 году. Достаточно активно мы поработали. Более года было подготовки у нас, работы агитационной, которая принесла свои результаты. Наш округ и одномандатник, и списочник, они получили мандат, достойный результат показали. В прошлом году 25-летний член партии Сергей Горбатенко был доверенным лицом кандидата в президенты России Павла Грудинина. Молодой человек выступал на теледебатах и показал высокий уровень политической подготовки и образования. Быть в организации – это означает трудиться не только на благо своего города и области, но и страны. Молодой человек, который активно работает, работает на организации, который чувствует себя частью нашего коллектива и понимает законы партийности, товарищества, чтобы он чувствовал свою востребованность и нашу поддержку. Поэтому среди кандидатов мы, допустим, депутаты разных уровней, мы активно ищем молодежь, помогаем и двигаем ее. Молодому человеку нужно доказать в нашей партии одно, что ты готов плечом к плечу, уважая товарищей, старших товарищей, вкладывать свои силы в общее дело и приходить не по принципу, а что мне партия дает, да? А по принципу «я готов принести в партию свои способности, силы, таланты», у каждого они там разнообразные или различные, вот. Но ты должен знать, что ты, если ты это сделаешь, то через определенное время, недалекое, уверяю вас, тебе партия воздаст гораздо больше. У ребят на протяжении нелегкой работы возникает много трудностей, но только самые смелые не боятся бороться за социальную справедливость, за права обездольных, за будущее своей родины. Стать членом КПРФ – это шанс для молодых людей заявить о себе, как о человеке, намеренном изменить ситуацию в регионе и стране. Максим Кабаненко, Григорий Бадянов, Александр Филиппов. Обком ТВ.